По поводу завышенных начислений в сфере ЖКХ Владимир Путин высказался максимально жестко. Вопрос, прозвучавший из УЗ президента «с ума сошлись, что ли?» стал прямым руководством действия. Причем это действие не ограничилось отставками сразу в нескольких российских регионах. К примеру, губернатор Новосибирской области Василий Ёрченко подписал распоряжение, которым применение нормативов на так называемые общедомовые нужды было отсрочено на целый год. Февральский скандал спровоцировало 354-е постановление правительства. Принято еще в 2011-м, оно вступило в действие по всей Матушке России с 1 января 2013-го. Его ноу-хау стало разделение коммунальных платежей на так называемые квартирные и общедомовые нужды. Вся беда этого постановления в том, что планировалось, что все будет происходить в идеальном положении. То есть все мы установим счетчики и с 25 по 28 число каждого месяца будем строим относить показания для расчета оплаты коммунальных услуг. Но получилось так, что у нас все счетчики не установили. И те люди, которые не установили счетчики, они платят по нормативу. Нормативы были просчитаны департаментом Новосибирской области. И в основном, конечно, это коснулось тех домов, где не установлены общедомовые приборы учета, стоимость, мягко говоря, у многих вызывала вопросы. Несмотря на то, что установка приборов учета стала трендом всех последних лет, в том числе и с привлечением бюджетных средств. У нас практически нет ни одного объекта, в котором были бы установлены все общедомовые приборы учета потребления энергоресурсов и индивидуальные приборы учета. Вот тех домов все понятно. Есть потребление общедомового прибора, есть потребление квартирных. Сложили, отняли одни от первых показаний и получили на общедомовые нужды показания по ресурсу. Неудивительно, что при применении новых нормативов в домах, где нет общедомовых счетчиков, которые могли бы зафиксировать объективные показатели, в начале года начисления производились хоть и по расчетным формулам, но отражающим реальную действительность, как в кривом зеркале. Наш подъезд моют уборщицы два раза в месяц. Два раза в месяц двумя ведрами воды. В этих ведрах, ну, отселы по 10 литров. И если уборщица берет у нас воду, она берет из наших кранов. Алла Александровна во время недавнего пикета против повышения цен на главную площадь города не выходила. Но когда получила квитанции за январь, как говорится, прослезилась. Чуть ли не 78 тысяч кубов, чтобы помыть наш подъезд в месяц. Крышу, чердаки, это что мыть-то непонятно. Не все люди поняли, что вот это вот такое. Действительно, в начале года далеко не все собственники поняли, какие именно услуги так подскочили в цене – жилищные или коммунальные. К жилищным услугам относятся уборка личных клеток, удворка придомовой территории, содержание инженерных коммуникаций. Есть некоторые дома, где по жилищным услугам увеличение произошло, но это сами собственники жилья приняли решение, что необходимо провести определенный комплекс работы. Январские ценовые приросты коснулись именно коммунальных услуг, которые напрямую оплачиваются в ресурсоснабжающие организации. Мы производим начисления, а непосредственно получателем, конечным получателем финансовых средств является сбытовая ресурсоснабжающая организация. Тарифы-то у нас не поднялись, а платежи выросли. Все-таки нужно не только ограничить рост тарифов, но и ограничить рост квартплаты на 10-15%, чтобы она не превышала на 10-15%. Когда собственники получили квитки за январь управляющей компанией, посыпался целый шквал обращений. По фактам множественных нарушений была проведена проверка областной прокуратуры. По протесту прокуратуры области департамент изменил указанный приказ, определив, что в расчетах платы за водоснабжение на общедомовые нужды должны применяться только площади межквартирных лестничных клеток, лестниц и коридоров, установленные по данным технического паспорта дома. Ранее в эти расчеты вошли, к примеру, чердаки или подвалы, которые никто, естественно, не моет. Горводоканал начислил плату за холодное водоснабжение на общедомовые нужды за январь напрямую жителям 4860 домов, не оснащенных коллективными приборами учета. По жилищному кодексу эта обязанность возлагается на управляющей компании и ЦСЖ. В итоге в Новосибирской области с 1 марта начисления на общедомовые нужды отменяются до 1 января 2014-го. Но только для тех домов, где не установлены общедомовые приборы учета. Таким образом, дается отсрочка для того, чтобы собственники все-таки установили счетчики в своих домах. Корректировке подвергнутся и формулы для начислений по нормативам. Мы предлагаем, первое, это ввести понятие уборочной площади, ввести температуру в этих помещениях, не как в жилых помещениях. Потому что все мы знаем, что подъезды от АПЛЮС, там одна батарея стоит, а чердаки и подвалы там вообще бывает, там нулевая температура. Далее мы просим изменить формулу расчета потребления холодной и горячей воды в сторону снижения, убрать услугу водоотведения на общедомовые нужды. Но если эти нюансы – дело обозримого будущего, то уже до 1 апреля ресурсоснабжающие организации должны произвести перерасчет размера оплаты за холодное и горячее водоснабжение и водоотведение. Причем сделать они это должны автоматически, без участия собственников. Продолжение следует...